Здравствуйте! В эфире новости АТН, в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главном. На сегодняшний день мы видим целью создания данного предприятия, во-первых, наращивание коммунального имущества, то бишь на первом этапе капитализация собственных активов. Все висхозные заправки уйдут под крыло мэрии. В городе появится еще одно коммунальное предприятие КП «Харьков Топлива». Они когда работали перфоратором, видно и болгарка, видно было, что сносили какие-то несущие стены, потому что у нас практически все квартиры были в пыли красной. Вывозено было несколько машин старого такого красного кирпича. Жители дома против ГАСК разрешения не давал. Строительство ресторана в старинном доме по улице Чернышевского не только причиняет неудобства жильцам, но и создает опасные ситуации. В доме уже был пожар и люди остались без света и отопления. Абсолютно все, что заявляется в интернете с словом «полиция», все пропускается, как самая патрульная полиция. Полицейский взял где-то хабар, и ставится фотография в интернете, фотография патрульного полицейского. Необоснованная критика и резонансные судебные дела в отношении КОПов. Чем запомнились 100 дней работы нового начальника патрульной полиции? А теперь подробнее. Плюс еще одно коммунальное предприятие. В мэрии предложили создать КП, которое бы занялось бесхозными заправками. Чиновники уверяют, что с помощью этого предприятия и нужды городских автопарков удовлетворят, и в бюджет денег принесут. Правда, общественность уже усомнилась в прозрачности реализации этих планов. Вопрос о создании коммунального предприятия «Харьков топлива» чиновники намерены вынести на предстоящую сессию Гурсовета. Кто возглавит новое КП, сколько сотрудников будет там трудиться, пока неизвестно. Авторы проекта пока лишь докладывают о целях новаторства. Собрать в единую коммунальную сеть АЗС и топливные хранилища разных городских предприятий для более эффективного управления. А в дальнейшем и для удовлетворения потребностей населения предприятия и организации в комплексном, бесперебойном и качественном снабжении горюче-смазочными материалами. Конец цитаты. Чиновники уверяют, предприятие не только сможет составить конкуренцию участникам, но и позволит наполнить бюджет. На сегодняшний день мы видим целью создания данного предприятия, во-первых, наращивание коммунального имущества, то бишь, на первом этапе капитализация собственных активов предприятия, следовательно, коммунального имущества, в последующем, естественно, наполнение бюджета. Но радужные планы чиновников поставили под сомнение депутаты за позиции. Они напомнили, что все харьковские КП получают нулевую ставку по отчислениям в качестве местной льготы, что в муниципалитете объясняют социальной необходимостью. Для всех коммунальных предприятий нулевой процент распределения прибыли в доход бюджета. Выбережные коммунальные предприятия перечисляют исключительно налог на прибыль. Да, это факт. А распределяется прибыль, вернее, часть прибыли в бюджет не поступает. Это однозначно. Поэтому вопрос еще раз возникает. То есть, какой все-таки? Или, может быть, возможно, для этого предприятия будет особый режим по данному вопросу? Я еще раз говорю, если мы принимаем сегодня для коммунальных предприятий специальный режим налогообложения местного бюджета, это не значит, что если у какого-то предприятия будет прибыль, и оно будет иметь возможность отдать его бюджет, бюджет не примет. Сомневаться в том, что Харьков топливо будет приносить прибыль местному бюджету, несмотря на высокую рентабельность рынка горюче-смазочных материалов, депутатам и общественности приходится исходя из практики хозяйственной деятельности остальных предприятий этой формы собственности. Убыточными в Харькове оказались не только КП, в задачу которых входит обслуживание социальных нужд населения, тепло- и водоснабжение, вывоз мусора, уборка дворов и работа городского электротранспорта, так и предприятия, которые потенциально могли бы быть прибыльными. К примеру, парк Горького, которому, несмотря на заработок на аттракционах, ежегодно в качестве помощи выделяются миллионы гривен. В пользу того, что убыточность харьковских предприятий связана не с законами экономики, говорит и то количество уголовных производств, которое открыто по факту хищений средств должностными лицами этих КП. Возможно, поэтому после новости о создании КП «Харьков топлива» новое предприятие уже окрестили первой дотационной сетью заправок. Марина Николаева, Евгений Шенкаренко, агентство телевидения «Новости». Жители требуют запретить строительство ресторана в их доме по улице Чернышевского. В начале января в доме произошел пожар, поэтому жильцы переживают, что старое здание с деревянными перекрытиями может либо сгореть, либо разрушиться. Кроме того, люди уверены, что строительство незаконное. Из ГАСКа пришел ответ, что разрешений на него не давали. Под такие звуки, говорят жители дома по улице Чернышевской, 88, им приходится просыпаться каждое утро, даже на выходных. Строительные работы в здании, которому вскоре исполнится 90 лет, начались еще осенью. Раньше там была аптека, потом людям сообщили, что теперь в этом месте будет находиться офис. А вскоре жители дома узнали – здесь планируют открыть развлекательное заведение. И выведены туда огромные вентиляционные трубы. Нам сказали, что это уже будет ресторан итальянский. Нас, конечно, очень забеспокоило. И они, когда работали перфоратором, видно и болгарка, видно было, что сносили какие-то несущие стены, потому что у нас практически все квартиры были в пыли красной. Вывозено было несколько машин старого такого красного кирпища. Уже в начале января, говорят жители, в этом помещении произошел пожар. Теперь переживают и за свое жилье, и за собственную жизнь. Шум болгарок и перфораторов заглушал звуки птиц и всего населения. Ну и, конечно, ситуация в доме, которому 90 лет, все деревянные перекрытия. Ждать, когда здесь будет пекельная кухня. 13 января, в 4 часа вечера, в пятницу, во время пожара были разрушены трубы отопления. Дом был отключен от отопления практически на 12 часов. Люди возмущаются. Проектную документацию им не показывают. Внутрь помещения не пускают, ссылаясь на частную собственность. Контакта владельца тоже никто не дает. Более того, на коллективное обращение жителей в жилком сервисе ответили письмом, в котором сказано, комиссия проверку провела. И на месте представителей ЖЭКа строительных работ не увидели. А строительный мусор, написали в ответе харьковчанам, на придомовой территории отсутствует. В свою очередь, в инспекции государственного архитектурного контроля сообщили, что информация о разрешении на какие-либо строительные работы в подвальных помещениях и на первом этаже дома в реестре отсутствует. По словам юристов, имея на руках такой ответ ГАСКа, жильцам нужно потребовать у них, чтобы те провели тщательную проверку. И уже в случае, если инспекторы бездействуют, обращаться в суд. Если таких разрешений нет, то виновное лицо привлекается к ответственности административной и обязуется привести в соответствие предыдущем состоянии такое помещение. Если же сотрудники ГАСКа бездействуют, и жильцы видят, что никаких действий не предпринимается, в таком случае советую жильцам обратиться в суд уже самостоятельно. Жильцы говорят, уже готовят новые письма в несколько инстанций. Кроме того, записались на прием к мэру и намерены требовать решить их проблему. Тем временем в Харьковском гурсовете пообещали прокомментировать журналистам эту ситуацию на следующей неделе. Лариса Говина, Михаил Воронков, Евгений Шинкаренко, Агентство телевидения новости. Без кардинальных реформ, но под пристальным вниманием общественности и попыткой разобраться в резонансных делах в отношении копов. Чем запомнились первые сто дней работы нового шепа Харьковских патрульных? Под пристальным вниманием общественности остается дело подозреваемого в смертельном ДТП на перекрестке Сумской-Динамовской Александра Маматюка, который полгода провел в СИЗО без права внесения залога. Добиться изменения меры пресечения адвокатам удалось только в конце декабря. Вторым резонансным производством в отношении патрульных оказалось дело Владимира Тарадая и Артема Нетикова. В апреле 2016-го копы, приехав на вызов о драке, были вынуждены применить спецсредства, так как участники драки оказали сопротивление при задержании. Прокуратура сочла действия патрульных превышением служебных полномочий и подала ходатайство об отстранении копова должности. Суд это ходатайство отклонил. Подобные действия прокуратуры адвокаты копов называют попыткой заставить патрульных работать по правилам старой системы. Однако главный патрульный Харькова Вадим Блесничук оценку действиям правоохранителей не дает. Утверждает, в обстоятельствах дела должно разбираться следствие. Каждый делает свою работу. Прокуратура также делает свою работу. По результату я не берусь давать оценку другим правоохранным органам. Шеф харьковской полиции признается, столь пристальное внимание общества и СМИ к патрульным, хоть и является неплохим стимулом для самих полицейских, однако нередко приводит к необоснованной критике в сторону копов. Ведь после реформы и переаттестации органов полиции, промахи других подразделений МВД заносятся именно на счет патрульных. Абсолютно все, что появляется в интернете с словом полиция, все пропускается, как самая патрульная полиция. Полицейский взял где-то хабар, образно. И ставится фотография в интернете, фотография патрульного полицейского, и все понимают, что это, как будто взял хабар патрульный полицейский. Если дальше по тексту прочитать, там написано, там працивник какого-то районного ВП. В целом, работу Харьковского ведомства Лесничук оценивает позитивно. Признается, за три месяца менять пришлось совсем немного. Ведь работа управления уже налажена, равно как и сотрудничество с другими силовыми структурами. Да и отношения горожан копы оценивают положительно. Утверждают, доверие есть, а это главное. В дальнейшем обещают наладить взаимодействие с жителями и сделать Харьков одним из самых безопасных городов Украины. Александра Новосел, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». И далее в региональном выпуске новостей. Уникальность метода состоит в том, что он позволяет определить уровень поражения, то есть место поражения нерва, степень поражения и вид. То есть почему это так важно? Потому что все-таки от этого зависит правильность лечения. Электронейромиограф для областной детской больницы. Уникальный аппарат был приобретен музыкантами проекта «Классическая феерия». Среди этих обрастившихся и пострадавших существуют больные и с замерзанием, учитывая вот эту температуру, и с отморожением. Переохлаждение, отморожение конечностей и банальные простуды. Сильные морозы добавили работы медикам. Стоит ли ожидать потепления на выходных? А теперь начинается бездорожье. Впереди снег и куча приключений. Лопаты готовы? Да. Поехали. Снег в радость, мороз бодрит, а сложный рельеф придает азарта. Любители гонок по бездорожью из трех городов устроили заезд в Красноградском районе. Подробности через несколько секунд. Музыканты детям. Уникальный аппарат электронейромиограф получили медики областной детской клинической больницы. Теперь они имеют возможность диагностировать на ранних стадиях заболевания нервной системы и, как следствие, избегать серьезных озложнений в дальнейшем. В свободную от учебы время Владимир занимается легкой атлетикой и играет в волейбол. Но с недавних пор он вынужден отказаться от активных физических нагрузок. Врачи обнаружили у 16-летнего мальчишки проблемы с сердцем. Они и вынудили Володю лечь в больницу на обследование. А сегодня с помощью вот этого прибора у парня появилась возможность узнать, откуда взялись его проблемы с сердцем. Уложили по всем телу, на руки какие-то эти провода тоже и просто сканером сканировали. Прибор, с помощью которого обследует Владимир, электронейромиограф. С помощью датчиков он регистрирует реакцию мышц на раздражители. Импульсы малого тока измеряют количество и скорость прохождения этих импульсов по нервам. Методика эта, хотя и требует назначения врача, все же особых противопоказаний не имеет. Уникальность метода состоит в том, что он позволяет определить уровень поражения, то есть место поражения нерва, степень поражения и вид. Почему это так важно? Потому что все-таки от этого зависит правильность лечения, так как мы имеем дело с детьми. И что немаловажно для пациента, это дальнейшая его социальная реабилитация, его социальный статус. Потому что некоторые, к сожалению, заболевания периферической нервной системы приводят к глубокой инвалидизации. Метод электронейромиографии позволяет исследовать всю нервную систему человека. Изобрели его еще в далеком 1887 году. Но применить смогли лишь сейчас, когда появились высокоточные чувствительные приборы. Сейчас такие приборы находятся практически в каждом нейрологическом отделении. А вот пациентам областной детской клинической больницы для исследования до недавнего времени приходилось обращаться в другие клиники. Средства на этот чудо-аппарат были собраны благодаря проекту «Классическая феерия». Его создатели и музыканты – братья Дворниченко. На концертах проекта «Классическая феерия» всегда аншлаги. Многие зрители готовы ехать из других городов ради того, чтобы послушать музыкантов высокого класса. Именно такой интерес публики и наткнул благотворителей на идею – отдавать часть собранных средств от продажи билетов на нужды детских медучреждений. Каждый год мы освещаем какую-то проблематику детских болезней. Это была кардиология, это была онкология детская. Вот в этом году и нервные заболевания. В этот раз организаторам благотворительного концерта нужно было собрать более 200 тысяч гривен. Именно столько стоит электронейромеограф в полной комплектации. Но продавцы, узнав о его назначении, согласились снизить цену. Руслан Алтейба, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения «Новости». В Харькове состоялся земельный форум, который собрал представителей трех областей Украины – Харьковской, Донецкой, Луганской. Аграрии обсудили не только внедрение земельной реформы в Украине, но и озвучили требования к правительству. В частности, подняли вопрос о моратории на продажу украинской земли. Инвентаризация земли, оценка ее качества, разделение земли на частную, государственную и борьба с рейдерскими захватами – это первый из 12 шагов, необходимых для завершения земельной реформы в Украине. В этом уверен лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик. Нам пришлось в межах Аграрной Рады, Аграрной партии створить комитет земельных отношений, собрать тех экспертов, про которых мы говорим, и самим направить дорожную карту замершения земельной реформы, которая сегодня будет презентована в Харькове. На земельном форуме в Харькове аграрии из трех областей Украины высказались против попыток открыть рынок земли, без установки всех необходимых ограничений. Мы боимся, что вот этот рынок земли будет просто серым или еще хуже – черным рынком. И таким образом мы в Аграрии сможем остаться без земли, без средств производства на своей же земле. Следующий земельный форум примет у себя город Кропивницкий, затем на очереди Львов и Полтава. Итоговое собрание пройдет в Киеве. Анна Иванова, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Переохлаждение организма и отморожение пальцев. Сильные морозы идут на спад, но количество пациентов с холодовыми травмами в ожоговых отделениях городских больниц пока не уменьшилось. Сильные морозы, накрывшие Харьков в начале февраля, добавили работы медикам ожогового отделения городской больницы, скорой и неотложной помощи. Ежедневно сюда с холодовыми травмами различной степени тяжести поступают до десятка людей. Это отморожение первой-второй степени. Это краснота, может быть, единичные эпидермальные пузырики, которые, в принципе, можно лечить и амбулаторно в поликлинике. Мы обязательно даем свои рекомендации, делаем перевязочку первичную и дальше направляем на амбулаторное лечение. Но, конечно, среди этих обрастившихся и пострадавших существуют больные и с замерзанием, учитывая вот эту температуру, и с отморожениями. Таких пациентов, как правило, уже оставляют в стационаре. Холодовая травма, рассказывает Антон Галата, делится на два вида. Замерзание, которое чаще всего связано с долгим пребыванием на улице и местное отморожение конечностей или отдельных участков кожи. Если сильно замерзли ноги или руки, есть подозрения на отморожение, надо быстренько переодеться во что-то теплое, надеть шерстяные носки или варежки, чтобы пальцы постепенно отогрелись самостоятельно, объясняет доктор. А вот подносить руки к огню, прижимать к батарее или обогревателю и лезть в горячую ванну, наоборот, медики не советуют. Если в течение дня клинические симптомы, сильное покраснение, посинение, пузырьковые высыпания не появились, значит все в порядке, организм справился. В противном случае следует быстро обратиться к специалистам. Но, как любую болезнь или травму, обморожение лучше предотвратить, чем лечить. И главным средством профилактики станет правильно подобранная одежда. То есть, если температура, как недавно было, 20 и больше градусов, то не нужно лениться одеть две пары перчаток, две пары носков, подштанники и так далее. В принципе, при больших холодах, это даже, как используют альпинисты и так далее, то есть одежда не обязательно должна быть теплой, а больше это многослойность одежды. То есть, лучше одеть 4 футболки, чем 2 свитера. Потому что так больше тепло сохраняется. А вот на открытые части тела действительно можно использовать кремы, но которые обязательно должны быть на жировой основе. Харьковчане говорят, что одеваясь, именно таким способом они и спасались. Выходя на улицу в начале недели, когда отметки термометра в упорно держались в районе минус 20, а ночью и переползали за нее. Как раз шли, общались, что лучше надеть несколько более тонких вещей, чем одну более теплую. Это как прослойки воздушные, и из-за этого будет тебе теплее. Точно так же и с носками. Одни тоненькие носки, вторые потолще. Свободная зимняя обувь, и все, не замерзнешь уже. Ну и двигаться нужно, потому что если будешь стоять, замерзнешь 100%. Стараюсь пореже выходить на улицу и, в принципе, тоже тепло одеваться. Шестяные вещи хорошо спасают. Были ли случаи перемерзания, обморожения? Обморожения нет, перемерзания, конечно, были. Бывало, например, стоишь на остановке, долго ждешь транспорта, тогда большой риск замерзнуть. Стараюсь дома сидеть в морозе. Ну, вообще, говорят, кофе бриться нельзя, поэтому потеплело, решила выпить кофе на улице. По официальной статистике городского департамента здравоохранения за период с 1 ноября с травмами разной степени отморожения было госпитализировано более полусотни человек. Еще три десятка граждан получили помощь амбулаторно, а погибших в официальных сводках данных нет. Впрочем, уже предстоящие субботы и воскресенья, по словам синоптиков, порадуют харьковчан существенным потеплением и солнцем. На выходные ожидается около 5 градусов мороза днем и до минус 10 ночью. Велен Мода, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. Рейд трех городов. Масштабный заезд для любителей зимы, бездорожья и других трудностей. Поклонники джипов из Полтавы, Харькова и Днепра проверили свои внедорожники на прочность под Харьковом. Почти полсотни автомобилей месили снег, а их хозяева откапывали своих железных коней и помогали товарищам в Красноградском районе. Для тех, кому не сидится дома и хочется проверить возможности своих автомобилей, любители гонок по бездорожью устроили заезд в Красноградском районе. В мероприятии приняли участие почти полсотни внедорожников из трёх областей – Харьковской, Днепропетровской и Полтавской. А теперь начинается бездорожье. Впереди снег и куча приключений. Лопаты готовы? Да. Поехали. К такому количеству снега готовы оказались не все, но все знали, что нужно делать. Уменьшаем давление в колесе для того, чтобы увеличить площадь контакта и в машине будет проще выехать и будет сцепление лучше. Опытные джиперы говорят, машину нужно готовить. От одного только полного привода чудес ждать не стоит. Заготовлено это значит должен быть выше или с колеса больше и обязательно блокироваться. Кроме этого, что ещё нужно, чтобы было ворвать? Ну и всё снаряжение. Лебёдка, сэмтраки, лопаты, хайджеки. Ну, всё, именно это без помощи кого-либо самому преодолевать такие свежие заносы. Давай! Давай! Мы всё время в январе ездим на эту встречу и поэтому сейчас, ну, такой же самый вариант. Мы должны сюда ехать. Почему? Потому что это всё джиперское братство. Мы должны встречаться, мы должны приобщаться, мы должны приобщать новичков, учить, как нужно ездить по бездорожью. Заметьте, пока мы копаем, опытные, вернее, пока мы разговариваем, опытные, тем временем копают снег. Многие участники признаются, реальность превзошла все ожидания. Рельеф сложный, под толщей снега лёд. Ещё полдня в пути мы будем ещё следующие полдня и дома нас ждут только завтра вечером. Поэтому мы никуда не опаздываем. Будем всю ночь рыть снег, вытаскивать машины и общаться с друзьями-джиперами. Ровно, ровно колёса! Не крути! Галина Шпударева, Юрий Шевченко, агентство телевидения новости. На этом у меня всё. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго и удачных выходных! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова